Сегодня много говорят о запрете региональными властями тратить деньги на пиар своей работы. Сегодня мы поговорим на эту тему с директором департамента информационной политики губернатора Свердловской области Рыжковым Александром Евгеньевичем. Здравствуйте, Александр Евгеньевич. Скажите, пожалуйста, вот встает вопрос. На сегодняшний день очень много муссирует тему запрет пиара. Запрет пиара. Вообще, как определить, как распределить, что такое, где поставить грань, где пиар, а где информация? Ну, на самом деле, вопрос, понимаете, какой. То есть, ну, я приведу маленький пример. Бессмертный полк, акция «Бессмертный полк», то есть, которая в Свердловской области, третья по России, Москва, Питер и Свердловская область. То есть, вышли десятки тысяч людей на акцию «Бессмертный полк». Ну вот, да, мы помогали. Мы, как бы, проводили вот эту информацию. Мы призывали людей прийти. Мы в школах обращались к детям, чтобы вот они приходили. Ну, вот, разве это пиар региональной власти, разве это пиар деятельности высших лиц должностных? Это просто попытка объединить страну, попытка объединить области. Вот, к сожалению, иногда мы упускаем тот момент, что Свердловская область – это одна большая семья, да? Причем это та семья, которая еще входит в семью, вообще, в большую семью наших российских народов и областей, регионов. Вот. И, да, у нас, вот, у меня задача стоит, как у директора департаментационной политики, не пиарить губернатора, не пиарить деятельность правительства в нашей области. Задача стоит, чтобы создать ощущение, впечатление, вот эту, так сказать, эмоцию позитивную, что мы все большая семья. Вот самая главная задача. Мы над этим работаем, а не над тем, чтобы кому-то добавить плюсов, а кому-то минусов. Вот наша главная задача. Это основная задача, по-вашему, да? Скажите, ну вот, я не могу, мы снова вернемся к этому закону, к обсуждению в массах этого закона. По идее, люди, видя, что делает губернатор, говорят, он пиарится. Но как можно не показывать работу губернатора? Он представитель нашей области, да? Он лицо нашей области. И ту работу, правда, вот мы сталкиваемся с этим, когда освещаем сейчас в нашем СМИ, мы сталкиваемся. Я удивляюсь иной раз, как он успевает столько работы делать, как он успевает побывать в стольких мероприятиях, участвовать. Это первое. Второе. Ну как? Основная задача на сегодняшний день любого руководителя – это привлекать инвестиции. Как можно привлечь инвестиции, не говоря о том, что ты делаешь? Ну, я вот тут с вами соглашусь абсолютно. Конечно. И задача губернатора – не себя раскручивать, а регион. И он этим занимается, наш губернатор. И вот этим и занимается. И мы должны понимать, что вот современная ситуация, она чем отличается? Тем более, вот ситуация вот такая, непростая. Правильно говорить, инвестиции, капитал, деньги. Тот регион, который громче других о себе заявит, убедит других, что вот сюда нужно вкладывать, тот регион и выиграет. И в этой ситуации мы не можем молчать о том, что происходит на уровне области. Мы не можем молчать о том, что делается, какая гигантская вообще работа происходит. И какой уровень доверия вызывает работа губернатора, а следовательно и всей Свердловской области. Ну, тот же Инопром. Что значит, что Китай стал нашим официальным партнером? Это же гигантский вообще мост в будущее, работа с Китаем. В этом году Инопром официальный партнер будет Индия. Еще один мощный, мощная экономика индийская, так сказать. Это миллиарды инвестиций, миллиарды тысячи рабочих мест и так далее. Вот об этом, конечно, надо говорить. И если вы заметите, как раз вот наш губернатор не очень любит какие-то личные вот такие мотивы. Только работа, только о работе, как говорится, ничего личного. Есть такая фраза, да? Вот про нашего губернатора можно сказать, что действительно ничего личного. Он говорит только о работе. И когда мы рассказываем, мы расскажем о его работе, а не о том, какой он замечательный человек. Хотя он действительно замечательный человек. Скажите, ну вот все-таки вернемся к тому, как можно разграничить пиар и информацию. Согласно 8 федерального закона, любой гражданин имеет право на информацию. А власть обязана информировать. Не просто должна там еще, а обязана информировать. Как разграничить пиар и информацию? Ну, я, честно говоря, вот на этот вопрос не могу ответить, потому что для меня тоже это такая грань, какая-то несколько инфернальная. То есть где это все, где пиар, где информация. То, что мы подаем вот в работе нашего департамента, мы стараемся подать максимально объективно. Там нет никаких там даешь вперед и так далее. Есть объективная информация. Слава Богу, и я очень надеюсь, что мы своей информацией создаем позитив, создаем оптимизм социальный. Пытаемся подарить людям надежду, а не угробить социальные ожидания, не на пустом месте создать какое-то мини-восстание. Вот это не нужно. Вот сейчас, особенно в этот непростой период в жизни нашего народа, этим заниматься нельзя. Нужно людям дарить надежду и людям нужно показывать, как находить выход из непростой ситуации. Ну вот я выскажу свое мнение, не знаю, согласитесь вы или не согласитесь, но вот у меня сложилось такое мнение, что этот закон нужен оппозиции. Почему? Потому что у губернатора, у власти выбивает рычаг информации, информирования. И тогда, по идее, любая оппозиция может шантажировать власть, шантажировать власть тем, что если ты не будешь делать вот это, если ты не пойдешь на уступки, мы имеем такой-то рычаг, мы будем формировать против тебя такое-то мнение. Но вы еще абсолютно правы в чем, что если власть не имеет права рассказывать людям, что она делает, то, естественно, оппозиция этот вакуум заполнит. На самом деле это просто попытка оппозиции создать вакуум, в который она мгновенно устремится. Поэтому это опасный закон не для власти, это опасный закон для нас, для всех. И я считаю, что его перспективы очень и очень призрачны. На самом деле, почему? Потому что все-таки у нас власть и народ, это вещи единые, они совместимые. И поэтому думаю, что народ имеет право знать, что делает власть. А власть должна, обязана рассказывать, что она делает. И для чего, да? И для чего она делает. Представим, что закон принят, представим, что губернаторам запретили вообще информировать, потому что информация это пиар. Что? Значит, информация, значит, губернатор приступил к своей работе. Он может вообще не работать. Ему самое главное отчитываться перед Москвой, да? Вовремя. Ну, вы знаете, я вот так получил жизнь, что у меня историческое образование, и как бы вот у нас проходит 100 лет скоро, да, там, вот 16-й год, там, следующий год, 17-й. В чем была проблема Российской империи? В том, что, на самом деле, система власти, она была очень даже неплохая, да, там, и мы выдержали войну на несколько фронтов. Кстати, ни одно государство Первую мировую войну не воевало так, как воевала Россия на нескольких фронтов. Там был и Западный фронт, и Турецкий, и еще и Дальний Восток надо было держать. Ну, сейчас не об этом, да, сейчас о том, что, ну, власть, как бы, она считала, что не нужно рассказывать о том, что она делает. Ну, что вроде как и так все понятно. Вроде как подданные тебя должны любить, а ты должна заботиться, власть думала, о подданных, и все. И вот этой обратной связи не было между властью и народом, и это губительно. Это вот привело к тому, к чему это привело. Поэтому вот нельзя лишать, вот на самом деле это просто, ну, как сказать, ну, вот провокация гигантская, да. То есть нельзя лишать власти и народ этой обратной связи. А этот законопроект – это попытка лишить обратной связи. А это значит вообще основу государства поставить под сомнение. Александр Евгеньевич, ну да, понятно, что это все, ну, все равно этот законопроект тормозит в какой-то части вашу работу. Скажите, пожалуйста, как вы видите работу со СМИ? Как вы видите в наше непростое время поддержку СМИ, региональных, муниципальных СМИ? Какой-то план, какая-то работа у вас ведется? Нет, ну, конечно, у нас есть технологии и понимание, как это должно делаться. И мы будем это делать в любом случае. Я еще раз говорю, что мы с пространением информации, но пиаром не занимаемся. И этот законопроект нас вообще никак не касается. И мы будем поддерживать СМИ, особенно мы будем поддерживать СМИ, ну, так сказать, как нас принято называть, городские и районные, да. Потому что, ну, вот это те СМИ, которые действительно люди читают, которые могут, с одной стороны, всколыхнуть людей, а с другой стороны, подарить людям надежду. И мы, понимая это, мы будем делать все, чтобы вот эта часть нашей большой прессы, большая часть нашей большой прессы, чтобы она все-таки людям трила надежду. Спасибо, Александр Евгеньевич. Спасибо телезрителям за то, что нас смотрели, за то, что нас слушали. У нас, напоминаю, в гостях у нас сегодня был директор департамента информационной политики губернатора Свердловской области Рыжков Александр Евгеньевич. Спасибо, Александр Евгеньевич. Спасибо.